Итак, мне задают вопрос. Вопрос задают простой. Как бы нам жить-то подольше? А я говорю, ребят, давайте вспомним нашу замечательную историю, да? В каком году у нас появились холодильники? И вы думаете, что всю жизнь у нас были холодильники? Нет, ребята. Первые отечественные холодильники появились, грубо говоря, после 51-го года. До этого не было вообще никаких холодильников. И до этого, да и после этого, представляете, холодильник надо было еще купить. Ну, по сути событий, сами холодильники в тот момент-то и появились. То есть не было никогда вообще в России холодильников. Люди что делали? Люди покупали свежее мясо. Да, была одна контора, но сегодня и сейчас этих контор много. Одно из таких располагается здесь, на улице Труда, 31А, где вы можете себе постоянно купить свежее исключительное мясо. И вот тогда вы будете есть блюдо с мясом с удовольствием, потому что это свежайший продукт. О ценах? Да, о ценах мы сейчас поговорим. Ну, во-первых, речь сегодня о том, что вы любили неоднократно. То есть тот самый мясной дворик. Он был на Карла Маркса 178. Теперь и сейчас на Труда, 31А. Помните джунгли? В этом помещении он и располагается. Я вообще-то не понимаю слово джунгли. Это как-то не про нас. Но сюда заход со стороны Жукова. Здесь есть любимое всеми качественное мясо, которое все любят. То есть все из деревни и все с фермерских хозяйств. Да, чтобы здоровье было. Здоровые мы были, да. Свежее-то оно вкуснее и лучше. А мороженое что? Мороженое, оно полежало там месяца 3-4-5. Ну, ничего, мясо и нет. Но все равно витамины там остаются кое-какие. Кое-какие, да, но не то, что должно быть. Ну, да. И вот мы будем говорить о наших тараканах и наших косяках, да? Моя мама также пошла в один магазин и купила себе говяжий бульончик. В смысле, не говяжий бульончик, она купила себе ковядин, хороший. Я говорю, мам, не торопись, зачем ты себе берешь так? В итоге оказалось, что она в большей степени купила себе масло. То есть это даже было не смысл. Говядина, она зачем-то маслы купила. В принципе, все мы можем экспроприировать, то есть съесть. Вопросов нет. Причем мне иногда нравятся супы с маслом. То есть хорошо проваренные маслы, они такую золотистая прелесть под названием бульончик, сыр. Долго варится, но зато вкус какой. Пожалуйста, никакие проблемы. И за какие-то не сильно большие деньги вы это можете себе купить. Нет проблем. В остальных, пожалуйста, видите, мякоть говяжья. Даже если что-то уж случилось, вы, извините, уж подвиньтесь, говядина так же, как и баранина, так же, как и свинина, это все-таки не просто так же оно растет, да? Оно на небольшом количестве маслов растет. То же самое и здесь. Пожалуйста. Причем ценники просто изумительные. Мы будем говорить о том, что сейчас к нам приходит. К сожалению, что-то разворачивается не в нашу пользу, да? А мы будем говорить, да, не в нашу пользу это дело разворачивается, но тем не менее мы ваши субпродукты, которые вы нам продаете, которые, естественно, переморожены, покупатели, не будем вас покупать. Приедем сюда, ну, труда тридцать дина и возьмем себе быстренько и грамотно то, что нам доктор прописал. Это изумительная говядина, свинина, баранина и конина. Вы наверняка тоже можете готовить, кушать дома, правильно? Да. Вы умеете дома кушать? Да. А почему вы сюда приходите? То есть... Нравится вкуснее и гостее. Да, да, да. Вот о чем мы и будем говорить. О чем мы будем говорить? О том, что я тоже кое-что очень вкусно делаю. Да. В свое время Валера Гемельев меня и научил, как эти шашлыки-то готовятся. И вот уже с 95-го года, именно тогда он меня это дел-то и научил. Так сколько лет-то прошло? Двадцать три года. Двадцать три года, как я готовлю. Изумительные шашлыки. Недавно мама вместе с папой... Мама-то знает, что я шашлыки готовлю суперовские, а папа не так часто в город приезжает. Я для него тоже приготовил шашлыки. Также мясо я взял исключительно здесь. Но труда тридцать один, а приготовил его, было, конечно, просто очень вкусно. Ну да. Может быть, я стану как-нибудь поваром. Он может быть и в другой стране. Ну да не знаю. То бишь, мясо для шашлыков здесь же продается в принципе. Я вам скажу честно. Я могу шашлык сделать из любого мяса. Поверьте мне. Из говядины, из баранины, из свинины тоже. Я знаю, как это делать. То есть я красиво отношусь к искусству приготовления шашлыка. И он у меня делается супер. Есть еще и другие вещи. Но вы, в принципе, обо всем этом можете узнать, посмотрев YouTube. Естественно. Неоднократно он это дело показывал. Но мы говорим о чем? Мы говорим о предпринимателе, который вам это все делать дает. Так вот предприниматель готовит все из своего мяса для вашего удовольствия. И, пожалуйста, купаты рубленные свиними. Но что вы мне плохого-то? На грилерку положили и сделали. Вкуснота безумная. Цена вопроса. Не такая уж и большая. Зато вы едите стопроцентное мясо, а не всякие там рубленые головы. Куриные. Вы тоже любите бульончик готовить? Люблю, конечно. Поэтому берем спокойненько. Маслы, да? Маслы, да. И вкусно готовится? Вкусно готовится. Мне нравится. Особенно с говядиной. Особенно с говядиной, да? Вы сюда в первый раз зашли? Нет. Как открылось, заходило. Здесь. Не нравится вам здесь? Нравится, да. Мясо это очень хорошо. Все-таки выкинув в холодильник, мы почти 2000 лет жили и росли. Ели мясо. Накидывали и отвозили от нас злодеев всяких. В общем, как-то работали и не тужили. Росли, увеличивались в объеме. И честно, ни у одной страны в мире нет такой территории. Да, мы ели и едим лучшее мясо. Но лучшее мясо находится здесь, в мясном дворике на труда 31А. Но позвольте, время стало немножко другое. Мы, зарабатывая минимум, работаем в три раза больше, чем ранее. А кушать-то что? Но мне кажется, что лучше брать мясо вкусное, качественное и по-домашнему. Поставщиков выбираешь, где лучше. Туда и идешь. Вы здесь не в первый раз? Конечно. Не нравится? Да. Продавец, как предлагает. Качественное. Обслуживание качественное. Мы вам показываем то, что здесь готовится прямо для вас. Для вас, дорогие мои магнитогорцы и гости города. Все делается из мяса, естественно. Потому что по-другому не получается. И вот те самые цены. То есть мы будем говорить, что здесь конкретно чистое мясо. И свинина, и говядина. Естественно. Кроме всего прочего, в некоторые мы добавляем курицу. Почему нет? И это все готовится прямо здесь. То есть здесь нет ничего другого. Здесь чистое мясо. Чистое мясо и чистое тесто. И поэтому, когда вы посмотрите на ценники, да, мы не будем говорить, что ценники какие-то большие и очень дорогие. Нет. Все абсолютно нормально и делается для вас. И вы это можете попробовать. То есть вы же понимаете, что в килограмме теста пельменного не может быть килограмм мяса. Естественно. Поэтому цена дешевле. Голубцы лезвики, да? Очень. Приготовить дома не получается, да, Витя? Блин. А здесь быстрее получается? Долго готовить надо. А здесь как-то быстрее, да, получается? Да. Да. И быстрее вкуснее? Да. А вот для нас это и сделали. Попробуйте угощения, которыми делится мясной дворик. Попробуйте и сравните. И я, да и многие другие пробовали. Если бы мясной дворик был бы в Ленинском районе, я бы сюда ходил, потому как работаю много и с сыном занимаюсь тоже. Меня интересует вопрос качественно. Устраивает. Устраивает? И хорошо, да? На улице 2, 31, а вы кушаете на расстоящее качественное мясо. Да. Вы знаете, я знаю, что такое пельмени и как они готовятся, да? Можете и не есть их, а я знаю, как они готовятся. Слово о том, что многие пельмени я и кушал. Но. Хорош, не так уж и много. Уж поверьте мне, такое может случиться. На сегодня и сейчас я уже дома покушал говяжьи ребрышки. Точнее я сделал холодец из говядины. Ой, в смысле из бажанины. Вот это было гемом. Просто вкусно. Теперь, когда мне пришли сюда, мне сказали, а не попробуешь ли ты пельмешки? Хотя предварительно я здесь кушал. И котлеты, и голубцы было все изумительно. По одной простой причине. Объясняю, почему здесь все это делается классно. Потому что это очень хорошее предприятие, которое все делает для вас, естественно. Для вас, уважаемые мои жители города Магнитогорска и гости города. И пельмени. Обратите внимание. Вот такие пельмени. Свежие, не вытекшие. Пробуем, получаем удовольствие. Как и все остальное. Да, не каждый себе может это дело подозволить. По одной простой причине. Ну, вроде же так же работает. Хотя более, знаете, как мы сейчас работаем, да? По сути, в общем, не буду о ней еще говорить. Но человеку, у которого есть деньги, он работает очень много. А при всем при этом, мы говорим о чем? О наших условиях. Где мы работаем? Да, на улице холодные, все остальное. Естественно. Правильно. Мне говорят, переселенные. Нормально, нормально, нормально. Так, неплохо, да, получается, да? То есть, приходите, пожалуйста, берите и кушайте. Обалденная штука. Вы часами делаете, да? Не торопитесь. А это что такое? Мамфихинг. Вот это доктор прописал. Если бы я только делал об этом, я и говорил бы, но тут есть люди, которые уже их видели. Так же очень вкусно. Господа мои, перед тем, как что-то купить, конечно, до суда вы не доите. Но, с другой стороны, если не сильно попросите. Ну, домашний. Да. Корбать, корбать, очень вкусно. Реально вкусно. От винта. Может быть, это и случится. Ну, а если нет, то если мне уж что-то захочется, я приеду сюда. На Туда 31А. Офигенно. Просто супер. Вообще-то, как бы, ну, очень вкусно, да? Что вы здесь берете? Я здесь брала купаты. Уже два раза детям предлагала. Сама очень вкусные. И вот выяснилось, что, оказывается, сами делают. Очень вкусно. Брала мясо. Делали шашлык обалденный, был замоченный. Просто мясо чувствуется нежное, свежее такое. Но вот купаты сегодня взяла уже третий раз. Вкусно. У меня возникает вопрос, да? Я часто так же снимаю, да? Люди только появились, сделали и спарились. Появились, сделали и спарились. Мне бы хотелось, чтобы это было постоянно. Ну, и нам бы как этого хотелось. Потому что уже знаешь своего продавца. Они знают своих покупателей. Поэтому уже приходишь, общаешься, уже знаешь, что кому нужно. И предлагают тебе, что именно тебе нужно. Так что, очень хорошо все. Как-то да, странная процедура у нас. Не самые качественные вещи в одни руки. Я о сетевиках говорю. Мороженое мясо с промзабоя. Да мне не нужны эти антибиотики от курицы и свинины. В детстве как-то просто речили, и пенициллин был топом. Сейчас реально сложно быстро поставить себя на ноги. Но кушая продукцию, которую нам предлагает мясной дворик на труда 31А, мы здоровеем и радуемся. Извините, но Россия – это территория мясная. Хотелось бы, конечно, еще и рыбу покушать, но это совсем другая тема. А за мясом мы идем сюда, где все делается для нас. Вопрос номер два. Не все получается. Хотелось бы покушать, но не получается. Почему это не получается? Ну, потому что, во-первых, во сколько вы выходите на работу, уважаемые мои магнитогорцы, ну, те, кто работает на металлургическом комбинате. Как правило, вы встаете в 6 часов утра, чтобы к 8 часам добраться до работы. Как правило, вы в 5 часов оттуда выходите, плюс пробки, плюс все остальное, вы только в 9 часов приезжаете домой. Как правило, вы еще что-то хотите покушать-то приготовить, а вдруг не получится. Я тоже пытаюсь приготовить, покушать, но это тоже не дешевое удовольствие. И вот для этого вы сегодня посмотрели. Мясо здесь, естественно, есть. Ну, для тех, кто в других ипостасях работает. Но, с другой стороны, вы вам показали, что здесь есть изумительные продукты. Я их покушал, мне они реально понравились. Ну, просто супер. Где вы все это можете найти? Здесь, на улице Труда, 31А. Здесь, на улице Труда.